Начнём с очень болезненной темы. Их тысячи. Мин и снарядов. На обочинах дорог, в лесопосадках, прямо возле жилых домов. Земля в зоне АТО буквально напичкана взрывчаткой. По данным ООН, Донбасс сейчас одно из самых заминированных мест в мире. И полная очистка территории – дело далёкого будущего. А пока от разрывов гибнут и калечатся сотни людей. Наш военный корреспондент Ирина Баглай с группой сапёров побывала в заминированном квартале. Днепропетровская область. Летние каникулы. Во дворе играют дети. И тут раздаётся взрыв. Взорвался снаряд предположительно от зенитной установки. Смертельно опасную игрушку один из мальчиков принёс с поля. Нашёл возле полигона в Гвардейском. В результате трое детей с осколочными ранениями в больнице. Тогда больше всех пострадал внук Николая Ивановича – Саша. Где-то сантиметров 30 тонкой кишки удалили. Толстую зашили. Один где-то осколок ещё внутри остался. Нельзя было тогда его удалять. Ну и на ногах там ещё мелкие. Телесные раны зажили, а вот душевные нет. Мама Саши спустя почти полгода неохотно говорит о том дне. А с сыном даже общаться не разрешила. Ведь это тема в семье – табу. Были мы у следователя, то как-то он следователь-то как-то это. А когда поехали на судмедэкспертизу, он, конечно, его трястишь начал. Он очень нервничать начал. Начал он нас спрашивать, рассматривать его раны там. Всё. Ну, тяжело это ему. Для мирной Днепропетровской области рвущиеся снаряды – шок. Но всего в 300 километрах в зоне АТО земля буквально напичкана смертоносным металлом. ООН уже назвала Донбасс самым заминированным регионом в мире. Один из классовиков 120-й миной. То, что попало в дом тут по соседству. В четвёртый год спасатели метр за метром исследуют эту землю. 7 тысяч квадратных километров – площадь подконтрольной Украине, в которой таится смертельная опасность. В зоне особого риска в местах, где велись ожесточённые бои. Среди разбитых домов садоры спустят годы находят снаряды. Виден хвост 120-й мины. Похоже на целую. Дальше спасатели осторожно извлекают мину, чтобы определить, возможно ли транспортировка. Под кутом 30 градусов потребуется, потому что мимонизировать действие щупа на предмет, который мы находим. При осмотре становится понятно – мина нестреляная, а значит её можно вести на утилизацию. Он не пришёл в канал ствола. Хвостовый патрон его не пробитый, она не стреляна. Повторять такие действия гражданским спасатели категорически не рекомендуют. Неопасная на вид мина легко может сдетонировать в руках неопытного человека. С начала войны на Востоке уже нашли больше 100 тысяч взрывных устройств. В Славянске в музее МЧС даже целую экспозицию создали. Среди экспонатов и снаряды Второй мировой. Этот, как его прозвали в народе, «Ванюша» – боеприпас реактивной артиллерии. Ответ немцев на советскую «Катюшу». Была заявка Грибника по минометной мини 82-го калибра. И после проведения контрольной проверки был сигнал металлодетектора. И при обстежении этого места, где был сигнал, нашли. Кроме мин и снарядов, большую угрозу представляют растяжки. Их устанавливают боевики. Поэтому золотое правило в зоне боевых действий – не поднимать ничего с земли, если ты это не положил сам. На психологию человека установлена растяжка. Людина видит телефон, сначала его хочет поднять, тут натянута нитка, взрывает нитку и происходит выбух. Растяжки устанавливают боевики в лесах и населенных пунктах. На этой неделе в сером селе Катериновка именно на такой растяжке подорвался пенсионер. Она была у соседнего дома. Нейтральная зона – это зона особого риска. Она не контролируется военными и пиротехникам. Туда закрыта дорога. Никогда не знаешь, на что можешь наткнуться. Даже там, где еще вчера была чистая тропа. Заграждение. Предупредительные таблички, что здесь могут быть мины. Но это все только возле блокпоста. А вот дальше по дороге, уже в нейтральной зоне, ничего не будет указывать на то, что сойдя с обочины, человек может попасть в смертельную ловушку. Дорога для пересечения линии разграничения. Километровая очередь у нулевого украинского блокпоста в Майорске. За спинами этих людей блокпост боевиков. И они довольно часто наведываются в эти лесопосадки. Они проводят минувание данных посадок. Можливо, это также будет в целях провокации. Может быть, и случайно кирование. Они фактически подходят метров на 100, на 150 по этим посадкам. До уже, до нашего нуля. Такие миньоры могут подъезжать и на гражданских машинах. Стоять в очереди с остальными. Одна машина 200 метров залишилась прямо там. Ни сюда не поехала, ни туда. И до другой, один и ночи мы спостерегали, как из машины выходило два человека. Заходили, посадки выходили. Месяц назад, сойдя с обочины, женщина из очереди подорвалась на оставленные боевиками растяжки. На Донбассе люди гибнут от растяжек и мин массово. Украина стала лидером по количеству таких жертв, опередив Мали и Афганистан. Это данные Женевского международного центра по гуманитарному разминированию. Только за прошлый год подорвались больше ста человек и почти половина не выжили. А вот очистить Донбасс от таящейся угрозы можно только после наступления мира. На это необходимо как минимум десятилетия и миллиарды долларов. Ведь арифметика разминирования такова. Утилизация боеприпаса в себестоимость 30 долларов обходится в тысячу. Иначе придется платить человеческими жизнями. Ирина Баглай, Андрей Косюк, Елена Миндалюк, Евгений Малярчук. Подробности недели. Телеканал Интер.